Всем привет дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале! Сегодня у нас с вами супер необычный выпуск, посвященный антипокупкам из магазина Светофор. В начале видеоролика я покажу вам немного новинок, которые появились в магазине, адрес город Минск, Бурдейнова 8. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной до конца. Желаю приятного просмотра! Итак, в начале видеообзора мы пройдемся с вами по новинкам. Электрофумигатор с жидкостью от Комаров Драго объемом 30 мл, цена 5 рублей 87 копеек, страна-изготовитель Россия. Еще в продаже появился вот такой спрей от Комаров, стоимость 2 рубля 75 копеек, страна-изготовитель Россия и объем 110 мл. Следующая новинка в магазине Светофор это белизна-блеск 3 в 1, универсальная стрифта, которая эффективно отбеливает, очищает от загрязнений и уничтожает микробы. Вот такая баночка, здесь находится объем 2 литра, стоимость 3 рубля 67 копеек, производство Беларуси. Еще буквально недавно в наш магазин завезли вот это средство для устранения засоров, 9-1-1, активные гранулы, масса составит 500 грамм, цена 5 рублей 49 копеек, производство Беларуси. Еще одна новиночка в магазине Светофор это свежеский воздухофакс, объемом 300 мл. Стоимость вообще супер бюджетная 2 рубля 36 копеек, страна-изготовитель Турция. В магазине имеется 2 аромата. Еще в магазине из новинок появились вот такие шикарные полотенчики, расцветка темная такая, болотная, есть таракотовая. Цена 6 рублей 55 копеек, размер 50 на 90. По качеству в принципе вполне неплохо и цена вполне адекватная. Еще в продаже появились новые расцветки комплекта постельного белья. Стоимость его 61 рубль 99 копеек, 100% хлопок. Идет здесь двуспальный комплект, простыня 180 на 215, две наволочки 50 на 70. Сейчас покажу какие еще варианты имеются в этом магазине. Еще к нам завезли новые расцветки небольших вот этих билсоптовых пледиков. Размеров составит 150 на 200 сантиметров. Цена 18 рублей 72 копейки производства Беларусь. Есть нежно-мятная, есть вот такая зеленая, веселенький, это такой, наверное, более детский вариант. Здесь походу нарисовано авокадо. Вот его миленькая мочка. И есть еще вот такие желтенькие, просто однотонные. Еще одна новиночка, минеральная питьевая лечебно-скаловая вода Эдельвейс. Она идет газированная, объем 1,5 литра. Цена 89 копеек. Страна изготовитель, Россия. Еще в морозильном отделении обнаружила новиночку. Мясо птицы спинка цыпленка Броли, размороженное. Цена за 1 килограмм 2 рубля 19 копеек. Примерно каждая упаковочка весит по 1,5 килограмма. В принципе, в Ильфоне неплохо. Кто любит покупать такие полукопекаты для бульончиков, для супчиков, вполне очень даже и хорошо. Еще одна новиночка, это крахмак картофель для высшего сорта. Стоимость 1 рубль 91 копеек. Страна изготовитель, Россия. Масса упаковочки 500 грамм. И еще здесь можно привезти картофельное сухое пюре быстрого приготовления. Масса 350 грамм. Стоимость 1 рубль 79 копеек. Производство Беларусь. Еще из новинок от российского производителя появились приправки. Первый вариант идет универсальная. Масса 200 грамм, цена 1 рубль 16 копеек. Если что, ставьте видео на паузу, читайте подробнее состав. Второй вариант идет для курочки. И третий для шашлыка. Следующая новиночка, это чербец арахаса. Масса 500 грамм, цена 3 рубля 92 копейки. Страна изготовитель, Россия. Еще появились мультизлаковые конфеты. Фернандо, кокос и апельсин. Масса 500 грамм, стоимость 6 рублей 1 копейка. Производство Россия. Еще недавняя новиночка из магазина Светофор. Это неглазированные конфеты с дробленным арахисом белым мишком. Масса 500 грамм, стоимость 4 рубля 59 копеек. Страна изготовитель, Россия. На него я получала очень много положительных комментариев, поэтому я вам их смело могу рекомендовать. Газированный безалкогольный напиток. Страна лимонадия. Объем 2 литра, цена 1 рубль 64 копейки. Страна изготовитель, Беларусь. Еще в холодильном отделении обнаружила новинку. Продукты свинины, мясной, сырокопченый, рубленый. Ветчина банкетная, новая, охлажденная. Цена за массу 1 килограмм 16,99. Производство Беларусь. Здесь мясной кошенка по-христиански. Борисовский мясокомбинат. Цена 2 рубля 76 копеек. За массу 1 килограмм. Производство Беларусь. Еще появилось вот такое пирожное с наполнителем клубника в мягкой бафли. Стоимость 1 рубль 47 копеек за массу 1 килограмм. Также производство Беларусь. И последние новинки на сегодня из магазина Светофор. Кто не смотрел мои прошлые обзоры. На сухой какао напиток шарки с молочком. Масса 850 грамм. Цена 3 рубля 94 копейки. Производство Беларусь. Первый товар в моих антирекомендациях. Это вот такой универсальный герметик на силиконовой основе. Цена его 7 рублей 11 копеек. Страна изготовитель России. Отъем 283 литров. К сожалению, очень много комментариев не попадало. Что на тратительного качества. И лучше же, конечно же, переплатить. Купить что-то намного дороже. Мой рейтинг антипокупок. Еще входят вот такие мясные консервы для собак и кошек. Утаршанского мясокомбината. К сожалению, прям почти все отзывы были отрицательны. Животные, к сожалению, отказываются кушать данный продукт. И здесь особо ничего хорошего в этом составе нет. Также в рейтинг моих антирекомендаций входят данные пакеты для посылки продуктов. В рулоне находятся 500 штук. Цена 2 рубля 43 копейки. Производство Беларусь. Сами по себе пакетики очень и очень тоненькие. Они очень легко рвутся. Особо сюда каких-то продуктов вы не положите. Посмотрите, очень тоненький материал. К сожалению, это просто-напросто выброшенные деньги. Когда-то давно я купила вот такой рулон. Мы его еще до сих пор никуда не израсходовали. Я даже не знаю, что сюда можно положить. Влажные универсальные полотенца размера XL в упаковочке находятся 120 штук. Цена за такую упаковку 4 рубля и 12 копеек странная изготовитель Россия. К сожалению, я вот этот товар приобретала буквально недавно. И он у меня вызвал жуткую аллергию на руках. Поэтому от себя я не рекомендую. Понятно, что аллергия это такое дело. У кого-то есть, у кого-то нет. Но, к сожалению, мне данный продукт вообще не подошел. Вот на такое чистящее средство на настарь для ванных комнат также было много отрицательных комментариев. Объем здесь 1 литр. Цена 4 рубля 66 копеек. Производство Беларусь. Очень много кто писал, что средство совершенно не справляется с разводами, не справляется с какими-то въевшимися пятами. Плюс на ней не особо приятный аромат. Следующая антипокупка это жидкая кремела от компании Лару с ароматом оливия. Объем здесь составит 1 литр. Цена 6 рублей 78 копеек. Страна изготовителя Россия. Сама по себе мыло очень-очень жидкое. Сильно сушит руки. Поэтому я его не советую приобретать. Еще также от себя я не рекомендую приобретать вот эту детскую гельпенку для купания для лиминейнча. Стоимость 6 рублей 88 копеек за объем 1 литр. Страна изготовителя Россия. К сожалению, в данном составе имеются не очень хорошие продукты, которые можно применять для деток. Еще очень много кто плохо отзывался по поводу данных контейнеров для заморозки. Они очень быстро выходят из строя. К сожалению, здесь нет ценников, чтобы сказать сколько они стоят. Но, по крайней мере, я вам их не советую приобретать. Следующая антипокупка это мясная консерва рублиная и свинина. Свинина любимая от Оршанского мяса с комбинатом. Цена 4 рубля 2 копейки. В массе 525 грамм производства Беларусь. По качеству мне данная консерва совершенно не понравилась. Имеет какой-то посторонний запах. И, как вы понимаете, видя состав на экране, ничего полезного, ничего хорошего в данной консерве совершенно нет. Следующая антипокупка это сетка вот насекомых на магнитах. Размер составит 100 на 210 сантиметров. В составе у нас здесь идет сами магниты, крепления. Расцветка в магазине поставлена только розовая. Цена 7 рублей срок 4 копейки. Страна изготовитель Китай. К сожалению, вся данная конструкция очень хлипкая, быстро выходит из строя. Абсолютно бесполезная покупка и неудобная вещь. И самые хорошие отзывы я получала на данную пшеничную лапшу у дома с компанией Коронавостока. Масса 400 грамм. Стоимость 1 рубль 44 копейки производства России. Данную лапшу я пробовала. Не могу сказать, что она мне прям супер как понравилась. В принципе, на один раз можно. Но очень много кто писал, что лапша отвратительная. Следующая моя антипокупка это килька Балтийская неразделанная обжаренная в томатном соусе. Масса составит 220 грамм. Цена 1 рубль 63 копейки производства Беларусь. Помню еще с детства просто обожала данную кильку. Мы ее хомячили только так, особенно когда были на даче покупали вечные у автолавков. Но, к сожалению, в последнее время она прям супер мега как испортилась. Очень часто попадается, что в кильке на зубах, когда вы кушаете, остается какой-то песок. Я не понимаю, откуда песку таким крупиной комбинаться. Но, в общем-то, килька очень сильно как испортилась за последние 15 лет. Я ее вам не рекомендую. Естественно, в мой топ антипокупок входит данная тэша антипатического лосося. Очень много кто писал, что просто отвратительное качество. Масса из баночки примерно с самой продукцией 500 грамм. Цена 16 рублей 42 копейки за массу 1 килограмм. Страна изготовитель России. По сути, здесь вам попадаются одни кости, одна обрезь. Слишком много здесь обходов. Данный продукт совершенно не стоит своих денег. Это просто вызывало буквально пару месяцев назад в интернет. Прямо все придались. Никто не хочет его приобретать. И я вам это также не советую. Итак, в бразильном отделении обнаружена новинка. К сожалению, этикетки никакой информации по поводу цены и по поводу, что это такое, я не обнаружила. В общем-то, что здесь написано. На каждой баночке наклеено вот такие два стикера. Как бы вот это можно все напечатать. Цыпленок бролера маринованный. Все, больше ничего здесь нет. То какой состав, что, где. То есть, я уже крутила, вертела здесь не одну баночку. Скажу о себе сразу. Я стараюсь. Я почти никогда не приобретаю. Вот такие замороженные маринованные полуфабрикаты. Объясняю. Неизвестно, что творится на производстве. Мясо может просто сроку себе стукнуть. Его могут промыть. Его могут залить уксусом, соевым, байземическим. Неважно, чем. Запечь. Нагленно замариновать. Непонятно, какое это мясо. Поэтому я никогда не приобретаю сама как повар. Зная, работая на таких отвратительных производствах. Поначалу своей практики. Поначалу своей карьеры. Я это все увидела своими глазами. Как люди и кормят. И как все это делается. Естественно, я вам не рекомендую приобретать такие полуфабрикаты. Очень много плохих комментариев я получала на данную комплексную пищевую добавку. Ванилин лайт. Масса 150 грамм. 1 рубль 63 копейки производства в Беларуси. По сути, это не ванилин. Если можно сказать, это ванильный сахар, только мелкого помола. Хороший, нормальный ванилин. Будет стоить до разы дороже. Здесь никакого совершенно аромата. Он не дает лицевой, ну, не всыпетит такую огромную, такую хорошую горстку. И сам по себе имеет какой-то неприятный посторонний запах. Несвойственный ванили. От себя я его не рекомендую. Я его не приобретала. Но мне, наверное, писало человек 7. И с тем учетом, что я также просматривала видеололики других авторов, также там писали не самый лучший вопрос данного ванилин. Еще я не советую приобретать данную молотую куркуму. К сожалению, с куркумой, именно с хорошей, с натуральной куркумой, она совершенно никак не связана. Это просто выброшенные деньги для тех, кто просто хочет добавить цвет. Как бы, в принципе, это возможно. Можно, но за такую цену, вы сами должны понимать, что ничего хорошего здесь вы не получите. 1 рубль и 74 копейки масса 200 грамм. Производство Беларусь, компания Пряно Дом. В раздел антипокупки входит данный набор конфет ассортив масса 500 грамм. К сожалению, он им совершенно не понравился. Конфеты отвратительные. У них очень толстый, невкусный корпус. Начинками также особо не зашла. Ну, просто можно сказать, выброшенные деньги. Цена 5 рублей 48 копеек в производстве Беларуси. Еще я не смею, то все, а приобретают сахарную вату с ароматом вишня, а также банана. Масса упаковочки 250 грамм. Цена 4 рубля 74 копейки производства России. На самом деле, я не особо с детства люблю сахарную вату. Но, по крайней мере, знаю, какой должен быть у них вкус. К сожалению, данная сахарная вата будет прям суперменко сладкая. Вот, как говорят, жопа слепенца. Вот здесь все про нее. Также очень много кто писал, что сахарная вата и она не понравилась. Если вы прям такой сильный сладкоежка, если у вас дети любят, возможно, да, как бы имеет смысл. Но, по мне, сахарная вата данного производства просто отвратительная. Естественно, в мой топ антипокупок залетел данный черный мелковой чай, бета-чай, высокий холмы. Масса 200 грамм, стоимость 3 рубля 73 копейки страна-изготовитель Россия. Слишком, очень, слишком много мусора в данном чае. Совершенно он не крепкий, какой-то отвратительный. Ну, как бы, сами понимаете, за 3 рубля, за 3,5 хороший чай вы не приобретете, тем более из магазина Ситофор. Для оценителей, для тех, кто любит вкусно попить чай, я вам, конечно же, его не советую. Ну, и тут, я думаю, что со мной согласятся абсолютно все, кто приобретал данный растворимый и сублинированный кофе от бренд Prato. Стоимость 4 рубля 24 копейки производства России. Кто приобретал, тот знает, кто пробовал. Это просто отвратительно, это невозможно пить. Я не приобретала, пили мы у тестя. Это просто, это просто тип ужас. Никогда не приобретайте. У меня просто нету слов. Отвратительный кофе, больше ничего не буду сказать. Еще вот такой отвратительный продукт, васлянка-коровка. Продукт фрунтерской, масса доли жирности 40% и 450 грамм в упаковочке. Цена 2 рубля 97 копеек. Просто отвратительно на вкус, не советую приобретать. И последний продукт, который закрывает наш штоф антипокупок из магазина Ситофор, это десерт-амаза с ароматом ванили, компания Семельная традиция. Цена 1 рубля 19 копеек производства в Беларусь. Продукт оказался слишком резиновый, непонятный совершенно, невкусный. Вообще крайне не советую. Мы его ели, перебондерили на сырнике. Именно так, чисто поесть, это просто отвратительно. И, к сожалению, я ни одна оказалась наполнением. На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина Ситофор в городе Минске подходит к концу. Надеюсь, видео вам оказалось супер полезным и супер информативным. Давайте вместе в комментариях пообщаемся на тему антипокупок. Это будет очень и очень полезно. Абсолютно для всех, как для меня, так и для остальных слушателей. Я, как всегда, желаю вам приятных и, главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока.